Добрый день, НРБК региональные новости. Мы вещаем из отеля Кран-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Студенты колледжей в Башкортостане не будут учиться с 30 октября по 7 ноября включительно. Осенние школьные каникулы также совпадут с нерабочими днями, объявленными президентом страны. Никаких дополнительных выходных для учащихся не будет, сообщили в Минобре республики. Накануне в СМИ появилась информация, что Минпросвещение рекомендует объявить в школах с 30 октября по 7 ноября каникулы и добавить их к каникулярным дням, идущим по графику. Таким образом, в регионах, где введена модульная система обучения 5 к 1, когда 5 недель учатся, 1 отдыхают, школьники получат 3 дополнительных выходных. В период нерабочих дней в ноябре в детских садах республики Башкортостан будет организована работа дежурных групп. По вопросам функционирования дежурных групп родителям необходимо обратиться к руководителю дошкольной образовательной организации, либо в управление образования по месту жительства. Школы Республики Башкортостан уйдут на каникулы по календарному графику с 29 октября по 7 ноября 2021 года. Вопрос о досрочном введении каникул в школах нашего региона не рассматривается. По данным регионального Минобра, на дистанционной форме обучения в связи с карантином по коронавирусной инфекции находятся 242 класса. Это 5048 школьников разного возраста. В Башкортостане к 2024 году реконструируют 161 километра федеральных трасс. Работы будут проведены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автодороги». Так реконструировать планируется три участка трассы М5 рядом с границей с Татарстаном. Общая их протяженность составляет более 38 километров. Там построят транспортные развязки, мосты, путепроводы, автобусные остановки. Работы на двух участках возле поселков Серафимовский и Кондры завершат к 2023 году еще на одном рядом с Октябрьским к 2024. Надо сказать, что при реализации нацпроекта в первую очередь приводят в порядок дороги, ведущие к социально значимым объектам. Применительные к агломерациям – это детские, дошкольные учреждения, это школы, это и центры притяжения, досуговые центры, где люди отдыхают. Поэтому эти места должны быть в первую очередь обустроены с точки зрения качества дорожного покрытия и элементов обустройства дорог. Это пешеходные переходы, это освещение, это барьерка, это разметка. Напомню, в текущем году в Башкортостане работы велись на 237 участках дорог общей протяженностью более 300 километров. На это выделено более 6 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард 700 миллионов рублей из федерального бюджета. В Уфе в 2021 году приведут в порядок более 28 километров автомобильных дорог, нанесут разметку термопластиком площадью 2000 квадратных метров. В Уфе появится сеть кафе башкирской кухни в формате стритфуд. Инвестпроект рассмотрели в администрации города, объем вложений пока не раскрывается. Инвестор планирует открыть в нескольких популярных у горожан местах небольшие заведения в виде нестационарных павильонов, а также фудтраки. Один из инициаторов проекта – создатель кафе с национальным башкирским колоритом и кухней Айбет Халляр. Это заведение в прошлом году стало победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Концепцию сити-кафе национальной кухни одобрил мэр Уфы. По его словам, такая идея актуальна в преддверии празднования 450-летия города. Объемы инвестиций, а также меры поддержки будут еще обсуждаться. На предприятии республики во втором квартале этого года трудоустроилось 47 тысяч сотрудников. В то же время прежние места работы покинули 56 тысяч человек. Большинство из них, около 47 тысяч, написали заявление по собственному желанию, почитала аналитическая служба финэкспертизы. Таким образом, число увольнений превысило количество найма на 9 тысяч человек или 19%. Такая мобильность характерна практически для всех российских регионов и связана с оживлением экономики, подчеркнули эксперты. Причем наибольший дисбаланс в сторону увольнения зафиксирован в Ивановской области 44%. Неблагополучные пропорции сложились также в Ульяновской и Кировской областях Чувашии. Обратная ситуация только в 9 регионах страны и лидирует Камчатский край. И вот, по словам аналитиков, последние полтора года государство стремилось поддерживать занятость, да и сами граждане не всегда решались на кардинальные изменения. Однако низкая доля увольнения зачастую свидетельствует о застое, не позволяет повышать уровень зарплаты и является обратной стороной низкой производительности труда. Поэтому рост этого показателя не всегда можно трактовать негативно. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар дешевеет, а евро растет. Американская валюта опустилась на 6 копеек, курс 70 рублей 99 копеек. Евро плюсует 2 копейки, курс 82,63. И лучшие обменные курсы покупка и продажа доллара в банке Финам за 71,07 рубля и 71,28 копеек соответственно. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам за 82,51 и продажа в Оке-банке за 82,84. Это были региональные новости. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.